Слово предоставляется представителю общественной организации «Марксистская тенденция». Здравствуйте, товарищи! Пенсионная реформа стала подлым ударом в спину рабочего класса России! Мы работаем, не выкладая рук. Ужасная медицина, здравоохранения которого нет. Ужасные условия труда, продолжительность здоровой жизни мужчины-россиянина 59 лет. Люди и так доживают до пенсии инвалидами. Теперь нам говорят 65. Кто может так? Никто так не может. Говорят, денег нет. Для пенсионеров денег. Ложь! Есть деньги. В 2012 году 26% отчисления в пенсионный фонд установили норму. Завыли биржу и предприниматели. Нет, не можем. На Куршевея денег нет. На яхты денег нет. На Мерседесы денег нет. Оставили 22. Налоговый маневр. А потом выясняется. Нет денег в пенсионном фонде. Как же так получилось? Нет способа. Надо повышать пенсионный возраст. Да и не платит никто в этот пенсионный фонд. На работу идет человек устраиваться. Что ему говорят? Здесь серая зарплата. Здесь черная зарплата. Здесь конвертия зарплата. Как так? Никак не справиться. А справиться очень просто с этим. Необходимо установить отраслевые стандарты зарплаты труда. По средней зарплате фактической отрасли. Не хотят начислять формально, платить реально. Пусть втрое платят штрафы в налоговую. Необходимо разогнать весь этот пенсионный фонд. Государство должно взять на себя ответственность за стариков. Нужна государственная система пенсионного обеспечения. Так, как было в Советском Союзе. Чиновников тоже. Никаких льгот для чиновников в этой пенсионной системе. Вот там стоят вокруг нас, охраняют. А они в 45 на пенсию уходят. По толпе здесь ныряют. В 35 уходят. А рабочий человек до 65 должен работать. Как так? В Роснефти зарплата в год 370 миллионов у топ-менеджмента. 370 миллионов, вдумайтесь. А они платят пенсионный фонд не 22, а 10 процентов. Льгота. Для них льгота на бедность, на яхты, на куршевель. Все это необходимо разрушить. Как? Очень просто. Нам говорят. Нет, революция это ужас. Если революция, то это кошмар. Знаете, жизнь работать до смерти, это настоящий кошмар. Кошмар. Тут и для нас сейчас вопрос стоит так. Либо работать до смерти, либо изменить этот мир. А для кого-то это кошмар. А для кого-то освобождение. Для нас, для трудей труда. Это возможность зажить по-человечески. Это возможность освободиться. Развивать твои творческие способности. Это коммунизм, товарищи. А сейчас мы должны выйти на борьбу с пенсионной реформой в районные комитеты, к станциям метро, к проходным. Агитировать, агитировать и агитировать вместе с комитетами против пенсионной реформы. И с 16-го выходим на очередной митинг. Митинговать, протестовать, бастовать. Другого пути у нас нет. Продолжение следует...